Шанс. Там да ты. Слотс-Сити. Мы близкие родственники полка 1234 2-го батальона воинской части 29660. Вы кто такие? Умоляем помочь и спасти наш татарстанский батальон. Второй год наши бойцы выполняли террораборону на сватовском направлении. Я вас не звал. Идите нахуй. На сегодняшний день большая часть батальона находится на штурме. Остальная часть ждут отправки со дня на день. Качко сжимается так иногда, что и черепашка не пролезет. Они несут колоссальные потери. Каждую минуту приходит сообщение о раненых и погибших. Ну то есть все эти роспозни про потерь нет, оказались полным враньем. Они не отказываются защищать свою страну. Выполнять свой конституционный долг. Мы просим, чтобы приказы верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина и министра обороны Шойгу Сергея Кужегетовича выполнялись. Мобилизованные должны быть в обороне, а не на передовой. Надули. Просто нагло обманули. Мы надеемся на ваше содействие. Верните наших мужчин! Хочется сказать, скучно, девочки. Это мы уже все видели, наблюдали. Новое наказание в российской армии. Привинившихся отправляют штурмовые подразделения «Шторм-Зет». Они собраны из бывших заключенных, завербованных Министерством обороны России. Об этом изданию агентства рассказал мобилизованные, которые воюют на херсонском направлении. По его словам, в его бригаду пришло распоряжение направлять в подразделение «Шторм-Зет» по 8 человек из каждого батальона. Военный также отметил, что сейчас его бригада находится на второй-третьей линии обороны, в то время как «Шторм-Зет» воюет на передовой. В итоге солдат в подразделение к бывшим заключенным переводят в качестве наказания за то, что они писали своим женам и жаловались народного. Также военный передал журналистам видеообращение бойцов его бригады. У нас на херсонском направлении во всех подразделениях появилась новая мера наказания. Такая, как при любом залете тебя «Шторм-Зет». Без всяких выяснений и бумажек. Длится это уже в течение трех недель. Каждую неделю по 3-4 человека. Уже дошло до такого абсурда, когда командиры ищут поводы копаться, чтобы найти этот залет. Это значит, что людей там не хватает, они заканчиваются. А наши командиры наказанием в виде ссылки «Шторм-Зет» закрывают эти дыры. Отмечу, что наемники из отряда «Шторм-Зет», которых фербовало Министерство обороны, записывали ролики в поддержку Евгения Пригожина и его похода на Москву. В конце июня они жаловались на условия службы и отказывались возвращаться на передовую, где их, цитата, специально обнуляли. Вот остатки перед вами. Бригады «Шторм», точнее, короче, роты. Изначально у нас было 150 человек, мы прибыли в зону СВО. После ожесточительных боев, после всего, что мы увидели, вот остатки пацанов, что остались. Среди нас 2,02. Нас сегодня привезли с передовой, вот в эти апартаменты. Все в интернете видели это видео, это место. Здесь полковник ФСБ угрожал мобилизованным, которые отказались. Да, здесь полковник ФСБ угрожал мобилизованным. Ну мы шторм, как бы. И сейчас мы здесь отдохнули ровно 3 часа после дороги с передка. Где? На передке, где мы были. Нам не поставлялась БК. Нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания. Не вывозились трехсотые. До сих пор там гниют двухсотые. Их никто просто не забирает. Отдаются ужасные приказы, которые, в принципе, даже не стоило бы выполнять. Мы вообще считаем, что нас просто обнуляют. Продолжим обсуждать эту тему. К нам уже присоединяется подполковник запаса, ветеран войны в Афганистане Сергей Гуляев. Сергей, доброе утро. Рады приветствовать вас. Здравствуйте. Ну вот вслед за опубликованным видео, о котором мы показывали, видео военнослужащих из Рязанской области, появилась следующая новость, которую опубликовал телеграм-канал Астра. Журналистам удалось связаться с родственниками, тех, кто якобы находится на этих видео, и родственники не узнали своих мужчин. Появилось подозрение, что это фейк. На ваш взгляд, можно ли верить тем обращениям, которые, в общем-то, многократно записывались на фронте российскими военнослужащими, мобилизованными, и затем распространялись в интернете? Или действительно какая-то цель у таких фейков тоже может существовать? Слушайте, ну это точно не фейк. Я общался с коллегами своими по службе, которые сейчас находятся в зоне СВО, и они мне про подразделение ЗЭД рассказывали немало историй, и о том, как они воюют, из кого их набирают. И это абсолютно правда, то, что вот их не берегут. Во-первых, их набирали, поначалу их набирали из зэков, которые из силовых ведомств были, там бывшие полицейские, бывшие военные, а потом уже начали забирать всех подряд, и, собственно, отношение к ним было, как мясо. Их вообще, в принципе, там не считают, нас с ними не подписывают контракты, у них нет страховок. Контракты не подписывают, но второй экземпляр им на руки не дают, а куда уходит первый, в какой архив, там неизвестно. Понятно, что там не платят ни денег, ничего, их не лечат, не забирают раненых с поля боя. Вот, собственно, что мне рассказывали, там, если там тяжелый ранен, тяжело ранен, еще могут там его эвакуировать. Если легкий ранен, он не эвакуирует, оставляет там. То, что вот говорили по поводу того, что оставляет двух сотых на месте, там этим вообще никто не саморачивается. Нет тела, нет дела. То есть нет выплат, нет, никто не отвечает, и за что? Это махновщина какая-то в чистом виде. В принципе, такого не было ни на одной войне, и, я думаю, даже в Великой Отечественной войне, когда были так называемые штрафбаты, и там было не что-то другое отношение, и люди смывали кровью свои грехи, и потом переводились в нормальные подразделения. А сейчас ровно наоборот. Сейчас в эти подразделения бросают людей, которые совершили какие-то поступки, там проступки, отказываются воевать. Сейчас же не в курсе, наверное, что все контракты, которые закончились, они продлеваются автоматически. Говорят, что офицер, у меня закончился контракт, я все, я заканчиваю, я пишу рапорт и увольняюсь. Но с фронта никого не отпускают, с СВО никого не отпускают. Даже просто из тех частей, которые находятся в толовых каких-то, да, гарнизонах, тоже не отпускают. У нас, говорят, мобилизация объявлена, а демобилизации не было объявлено. Поэтому все контракты продлеваются бесконечно. До окончания мобилизации. И когда люди начинают возмущаться, или когда, скажем так, после всех этих мясных штурмов, когда там сзади стоят заградотряды, люди просто отказываются воевать. Это же не Шторм-Зет, да, обычное это разделение, которое там не мотивировано, это Ростали, без ротации. Говорят, что 6 месяцев, должны нас отпустить домой, на побыв и в отпуск. Никаких этих побывок нет. То, что там заявлял Путин, что будут отпускать. И люди начинают писать рапорта, начинают возмущаться, у меня контракт закончился, я пойду. Нужно понимать, что в таких условиях очень тяжело наказать. Любое наказание, даже тюрьма, это лучше, чем война. И уже такого удовольствия не доставляют, как, скажем, военный суд, за дезертирство, тюрьма. И люди готовы даже идти на это, потому что из тюрьмы есть дверь, а с того света уже точно не выйдешь. Ну, они придумали новое сейчас наказание. Те, кто отказывается воевать, ну, в обычных подразделениях, у вас заканчивается контракт, у вас уже там, скажем так, получил ранение, а его опять там возвращают на передовую. И сейчас уйдет пугалка такая, что если вы не хотите служить в нормальном подразделении, мы вас отправим в эти, так называемые, Шторм-Зет, по сути, в штрафбаты. И это самое страшное наказание, потому что там-то уже точно бесправен абсолютно. И вот это наказание срабатывает. Ну, то есть это самая подлая война, какая только может быть вообще, потому что там вот мера подлости, мерзости того, что происходит в зоне СВО и с российскими войсками, там уже просто зашкаливает все пределы. Такого не было ни на одной войне, ни на чеченской, ни на афганской. Я наблюдал здесь все с очень близкого расстояния, да, там, как участник. Но здесь то, что я тебя слышу, то, что меня рассказывает, там, ну, волосы шевелятся, там, не только на голове, но и на спине уже. Потому что, ну, такого точно, абсолютно нигде не было, ни на одной войне. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то. И незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. Граница с газой. Стягивается техника Цахала в Израиле. Объявлена всеобщая мобилизация. Прямо сейчас сектор газа ВВС Израиля равняют с землей по принципу вот на кого упала, тот и террорист.